во имя отца и сына и святаго духа книга пророка исаев 56 глава 10 стиха стражи и слепы все и невежды все ненемые псы не могущие лаять бредящий лежа любящие спать о ком речь идет это говорится не о правителях мира какие там политические системы речь идет о внутренней жизни человека которая зависит от того кто учит его нужно очень хорошо запомнить что ну кто знает лошади два года это уже настоящая лошадь и запрягают ездят два года а человека в два года что возьмешь на руках носят еще а почему если бы человек делался таким же большим его запрягли бы на работу ему некогда было ничего узнавать ничего а ребенок учится и учится очень усердно вот американцы сделали исследование сколько вопросов задает ребенок матери в то время не было интернета сделали там микрофончик какой примерно 400 вопросов а человек 400 вопросов кому он будет задавать я говорю о льве толстом который 82 года жил всемирно признанный писатель которого глыбой человечеще назвал один человек и он говорит то что во мне есть что целится я получил половина это до 4 летнего возраста хорошо слышите у нас мать и отец не знали грамоты совершенно не знали не считать не умели но мать сказала бог есть и сказала что нельзя сделать курить писать пионеры то что она понимала это дело предупредила о женщинах она знала что это и вот это послужило тому что я всю жизнь искал а где же выход зачем же я родился тогда все что она мать сказала я не делаю но моя совесть подсказывает я буду гореть в огне и в аду я баде и рая слышал ранее для нас это икона у нас висели это для них что она научила страх божий вот у кого бывают дети а вы бабушки заботьтесь о том чтобы главная воспитательница была мать с отцом а между ними кто мальчик больше к отцу будет а девочка с матери почему она всему учится она наговаривает рядом с ней конечно не там где кипит что-то где-то будьте очень внимательны многие потеряли всякую надежду спастись а потому что в детстве заложили в ней другое неверующие родители неверующие бабки деды а чему они научат то я был с братом меня выгнулись отовсюду я уехала его оставил к нему сразу приставили коммуниста и он начал учить его проходит месяц он вместе уже выпивает его выспает филимонов ты чему научил что умею то ему научил он другого то не знает я потерял брата родного это на мне вести но мне никак нельзя было взять я еду сам не знаю что и где и как было а душа все время подсказывает что по-другому нельзя если бы меня взяли арестовали тогда бы я не заботился а я уехал добровольно и так врачи подтвердят это что большая часть информации человека ходит через глаза зрение я не знаю эти цифры но там колеблется 75 80 чем-то окажется а на слух еще меньше но и так и все иди смотри иди смотри если человека не вмещается считаем откровение там даже слушай редко иди видишь смотри почему потому что то не вмещается и ты не поверишь а теперь ты увидел а так-то 1017 послание к ринам говорится вера слышание я а слышание я от слова божия когда начинаешь говорить у меня берут интервью и напечатали в газете говорят какое у вас самое такое печальное событие было в жизни игры самое печальное я не могу выправить его то что я русским родился да вы же такой патриот родины не в этом дело у нас богослужение идет на славянском церковно-славянском я стою ничего не понимаю куда спрашивали потом я изучил этот язык там с 5 на 10 но все равно до карабкаемся да тем более у нас тут больше половина на русском языке считается крещение 988 году какие усилий приложила церковь чтобы людей не допустить до бога я не ошибаюсь что говорю почему я расслышу ничего слышать когда библии нету и только в 1876 году через 900 лет библию первый раз напечатали синодальный перевод я многие переводы считал на разных языках могу легко доказать что перевод русский синодальный самый лучший за всю мировую историю я прочитал библию на английском на немецком бог давал мне знания я видел не то не потому что я русский а потому что все понимают великий могучий язык который изменился смотрите державиной сравните с пушкиным там он его ученик какую роль сыграло священное писание в нашей жизни еще раз послушаем исайя 56 10 стражи и слепы все и невежды все не мы и псы немогущие лай бредящий лежа любящие спать я сейчас вчера об этом говорил я пообещал сегодня докончил эту тему все что нас окружает является нашими учителями ребенок маленький совсем это не просто как обезьянка бегает это наш учитель пустите детей не к старикам которые неверующие к тем которые знают бога через кого они услышат о христе будьте очень внимательны если вашей жизни было по-другому просите прощения пока вы на этой земле вы видите дети неверующие вот у нас пожилые а детей-то не никто не привел сюда ну вы сами себя судите за это сегодня их нет потому что время когда можно было учить вы бога не знали где они какая их жизнь примером они идут псы бредящие ложа лежа вы собак может быть и не держали все а я занимался ими и очень серьезно занимался в уголовном розыске учеба у нас шла там вот на булыгина в лесу моя собака первое место заняла она отнимает страшно много времени а у меня собака она такая она не ловит а зачем она нужна она должна обнаружить кто чужой зашел помочь тебе обезвредить его и вот господь сравнивать псы бредящие лежа не могу щелаясь я неоднократно повторял что если будет суд за гибель россии гибель то на 1 скамье подсудимых будут сидеть священники архиереи все и учителя которые имели доступ до людей и не научили они не узнали что можно делать что нельзя главное в жизни знать священное писание я много занимался очень много но когда дошел до 12 48 евангелия от иоанна мои руки опустились а мне ничего это не потребуется когда я умру а я боюсь я умру я в аду буду гореть что спасение за меня христос никто не сказал и меня никто не мог обмануть что ты же не делаешь что не пьянствуешь я не дома то по сей день не сказал я понимаю я гречник я буду гореть в аду там написано так господь говорит слово которое я говорил яс большой быков она будет судить вас в последний день я этот день помню очень хорошо это сентябрь был 62 года мне не надо все эти книги знания в это время на семи языках занимался перспектива была огромная я понял нищий слепой ничего этого нету и мать же это не глаза помазать но смелостью господь видимо молитву матери услышал когда она узнала что я там не среди православных неграмотная женщина с алтая добралась до латвии нашла где я и мы там были с ней когда со мной было что-то подобное когда преследовать начали поместили куда и она отсюда до хабаровска одна до добилась и устроила встречи 10 детей было но ни на кого мать моя не потратила столько сил как на меня она все думала что теряет и наконец сама пришла к богу полное покаяние принесла и умерла как христианкой христианка с большой буквы мы сейчас посмотрим если нас окружает что можем ли но не имея даже писания неграмотному человеку это сегодня мы так учимся ну и будут все грамоты нет пенсии не могут распорядиться но в израиле пенсии не было социальной защиты вообще никакой сколько насобирал сколько выросли твоя рука там на огороде работал все больше ничего нету родные не помогут под забором почему так много было нищих питаться нищих было поэтому такое внимание златоус уделяет этому ты ложись со спать а под одном кто-то кричит под него вода подтекает ему негде лечь и просит третий день и а ты ложись со спать встань и иди накорми и он прекрасную проповедь приготовил идет и вдруг нищий руки нету одну на синие от холода подай он сразу изменил проповедь о чем сказать смотри вокруг себя сделайте молитву свою трехступенщатой дай это все знают заболел ой дай забрали сыном армии ой да не пошел туда где ему не жить ну куда бы ты не пошел а почему ты не благодаришь за каждый шаг свой вот у меня нынче врачника знает как обрушились на меня и посчитал фактически шесть болезней и сейчас все рассеялось ни одной таблетки не съел повторяю ни одного укола но благодаря своим любящим врачам в воде ли все сериале надежду больше вот как и господь знает когда я всегда спрашивал почему я не болею господь готова ты болей и все все ушло практически не считаю что трудно ходить но каждый день гимнастика слава иисусу христу что у нас есть люди которые учат я вспоминаю сколько людей без ног лежат сколько лежать есть такие которые вы даже не знаете об этом их переворачивать нельзя при переворачивании у меня ломается какая-то кость когда мы заходили здесь дома инболида все время там лежат она раскрыта на закрытие не может проглотить не может там да насколько же у меня здоровья то больше благодарю тебя господи а если вспомнить что в этом состоянии я еще работаю чуть не по 16 часов в интернете аллилуйя сколько новых людей каждый говорят тут мы искали нашли ваши ресурсы мы стали верующим православный вы наш духовный отец это не мое он все это делает благодать божия благодать еще раз прочитаем 56 10 порока исаев стражи и слепой все и невеже стражи которые охраняя и душа они слепые а кто подошел сказал ты слепой да проверяли только на днях онкологи это по-другому там сказать они онкологи а по этим глазам то кулись да и дальше все они немые псы немые псы а зачем нам нужна собака с она не лает это священники не предупреждает об опасности они не проповедуют сколько ходила это мне со всех сторон пишут я ничего первых не понимаю евангелие батюшка наш отец таким подошел когда под благословение там где-то был в этом в этом году и говорит батюшка а вы еще там считали то я священник слух хороший я так и не понял он там где-то в алтаре закрытый вот время может быть открывает где-то а что вы считали такое почему на старковном славянском а разве на русском можно архиерея к этому призывают патриарх кирилл неоднократно говорит что к народу то повернитесь шагните к нему навстречу то что вы попрятались там и вот здесь говорит об этом пророк 700 лет до христа эта ситуация не сегодня к чему она приведет к тому что вот этот народ потеряет родину его растащит по всему миру и евреи страны нет где бы они не жили он говорит проповедник один как ком засохшие земли веником разметал господь и где упали там они есть и в арабских странах и везде еще раз послушайте дальше не могущие лаять дальше бредящие лежа любящие спать все это все таки бизнес церковный заставляет деньги осветить машину полторы стоимости от машины когда узнаешь сумасу эти можно церкви записывают поминальники она стоит и считает а что ты считаешь сколько человек за каждый столько-то там рублей помянуть просто так нельзя да не только это крещение или любое таинство если за деньги называется симония патриарх алексей 2 говорит а сегодня не будет но мы это даром делаем за деньги выражение то какое даром а пожертвования какие пожертвования написано за крещение 35 тысяч но если нет мне так покрестим а когда последний раз крестили да не крестили люди находят деньги платят я что-то посмотришь одна ложь фальшь на каждом шагу и так салон 2117 попрошу выдержать время это оно сгодится когда придете домой кто-то записывает кто-то переспросит салон 2117 чему можем учиться у кого ибо псы окружили меня скопище злых обступил у меня пронзили руки мои и ноги мои окружили неужели там на голову собаки бегали и почему никто не подал суд за оскорбление моей личности подрыв деловой репутации никто этого не знал если человек борется за репутацию он безбожник вот псы вокруг мы христа не знали и распяли его не римляне я его распинал сколько раз у меня касался где-то я слышал все мимо мимо проходил он умер искупил далее матфея 15 24 28 задержка небольшая ничего 21 15 24 28 он же сказал в ответ я послал только к погибшим овцам дома израилева она подойдя кланялась ему и говорила господи помоги мне он же сказал в ответ нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам она сказала так господи но и псы едят крохи которые падают со стола господь их тогда господь тогда иисус сказал ей в ответ о женщина велика вера твоя даму и тебе пожелание твоему исцелилась ее дочь ее в тот час ну кто-то пришел сегодня бы в краевую администрацию стал говорить и вот эти разно все едят крошки так бы ответил а тот оскорбился бы меня собакой обозвали да он не имеет права он не на своем месте она ничего не сказала и получила просимое янза того начинает перечислять змеи что у лисы что у льва а потом говорит и все это в одном человеке перечисляет змей самых ядовитых и все это в человеке перечисляет какие злодейства делает дьявол играть в человеке больше того чем дьявол делает дьявол нигде не видим что он серебролюбивый там блудливый это не его к человек на этом погибает мы должны себя смирить а разве отвергнуть от себя это первый шаг в христианстве отвергнуть себя люди идут а господь говорит кто не отвергся себя не взял крест не достоин меня это первая ступень себя свое я растопчи что тебе сказали где не сцепляйся за это слово а ты ответ да так обозвали тебя как-то ну представьте люди идут издалека пустыня а где тут я да вон там на повороте иордан там глубже он там крестит идут только радуются люди пришли он говорит порождение ехидины змееныши кто внушил он бежать от будущего гнева назовите кто вот меня можно было спрашивать меня господь гнал и гнал пока в 23 года библию не получил в руки через полчаса никого рядом не было моя жизнь на сто процентов изменилась так изменилось что весь карман кораблей к утру знали лапкин сошел с ума столько бог давал такая перспектива от 0 пыль гной и так откровение 22 15 мы сейчас научимся знать писание уже даже не читая библию а вне псы и чародеи и любодеи и убийцы и лудослужителей и всякие любящие и делающие неправду где это в районе вне вне царства небесного вне нового иерусалима псы а почему а еще кошка лучше одна у нас тут было и собак любит увидите прямо подходит хватает целует а как то кошек я ненавижу я узнала что они на суде божьем будет против нас и вы чем будет и должна с ней ласковая быть если она то будет там ходатай за тебя не будет там никого это люди пожирают друг друга как псы не может простить по зависти предали иосифа кто они были да ладно уж братом иуда заступился так убить его а почему сон рассказал где мы ему будем подчиняться не будем он младший а потом пришлось кланяться с голоду умираем а вот когда я открыл братец успокойтесь это было от бога меня бы продали а я теперь должен занимая какую теперь все будете накормлены дальше притча соломона 66 они по порядку беру ну виноват притча соломона 6 глава 6 стих вот посмотрите где надо и о чем молиться на кого смотреть и брать пример 6 глава 6 стих пойди к муравью ленивец посмотри на действие его и будь мудрым иди не в церковь а к муравейнику у нас если муравейник да где-то рядом так пчелам идут скорее бензину налить и сжечь его надо а соломон говорит иди к муравью получись ты посмотри вот у нас нет термометра мы не знаем но смотрим он начинает входы все запечатывать это означает где-то большая гроза идет она придет ему кто сообщает это никто ему не сообщает он таким и есть да мало того сегодня находят муравьиная кислота какую пользу для человека приносит а тут нет это не канонического нас библия там написано погиб пчели то что пчела делает насекомых десятки тысяч разных в мире и только одно единственное которое человек приручил себе эта пчела а живет то сколько она ну два-три месяца все погибает детку на металла оказывается она за всю жизнь то две ложки меда даже полных не набирает но благодаря большинству сколько их есть они имеют на всякое лекарство может лечь и нисколько не повредит это вокруг нас господи да за что что это даешь не забудьте мне напомнить о меде вчера как раз пчеловод звонил чтобы знали я сообщу данные так и 30 глава 25 стих притча соломона это учителя наши 30 25 муравей народ не сильный но летом заготавливает пищу свою а как тогда я вот ну как же ты не позаботился что впереди зима вот так как мы сегодня собираемся в храме идем приезжаем в интернете евангелие книги на столе греста ломится этого ничего не будет буквально сразу будут приняты законы всякая религия исключается от людей а станет татой каток который восстановит антихрист вот как надо сегодняшний оценить и славить бога день и ночь какое счастье вот подходят ко мне одна и та же душа болящая к слову сказать она здесь да благословит его господь и всегда спросит а евангелие можно взять мы можем дать евангелие много подходите простите к нам приезжает даже других сторон полную машину однажды даже нагрузили это бог делает такими богатыми духовно заботьтесь муравей заготавливать пищу зима будет когда нельзя или состаришься или больной или запретят давайте сегодня представим пред господом и сказать господь я понял это лето было приятно а там написано или это кончилось а мы не спасены вот придется когда-то самим сказать если только мы не спасены будем дальше исайя так при часам салом еще пятьдесят четыре семь тридцать двадцать восемь двадцать восьмой стих паук лапками цепляется но бывает в царских чертогах какой он а там охраны сколько еще нельзя приступило время тому и лягушки запрыгали у фараона в комнате на посели и так ты посмотри вот особенно бывает когда роса и где-то там крапивы растет нынче сфотографировал то все и как он они делают и как он растяжки везде дело это сетка то а на юге там есть они такие крепко нет круг такой ставят тот как ну играет там люди ракетка то и а он натягивает они этим рыбу ловят не надо сетку плести никакую вот когда все узнаешь только то что узнаешь это миллионная доля того что можно было узнать псалом пятьдесят четыре семь это я говорю об учителях которые вокруг нас а мы их не признаем мы еще на них должны будем отвечать благодаря бога и я сказал кто дабы мне крылья как у голуби я улетел бы и успокоился бы но про голубей я могу много рассказывать скажу только одно что из всех птиц как считаем 3 книга ездили господь избран голубицу артуре что отвергнута не отвергнуты но так написано и всех животных избрал овечку то есть более глупой птицы чем голубь нету он есть правильно не может пшеницу хлюкцает и вот так вот отбрасывает у него девять десятых улетает куда-то и беспомощный абсолютно и овечка у нас только же она глупое сознание но ее бог избрал и сколько в ней доброго внимательно посмотри на это про вещик может кое-что узнать что от них шестяные все при какие предметы были раньше когда в валенках ходили тем более посмотри и дальше считаем 59 исае 38 14 уже готовы эту не вижу прыгаю как журавль как ласточка издавал я звуки тосковал как голубь уныло смотрели глаза мои к небу господи тесно мне спаси меня зачем это говорит мне трудно помоги господи нет он начинает вспоминать я гляжу журавль слышали как либо летят журавли превратились белые журавли о чем поют и дальше как ласточки а я говорю на воробья говорит я слышал как щебечет воробья воробей не щебечет он чирикает а а ласточка щебечет и вот здесь об этом говорит в этом тоска какая-то у меня такая же тоска господи я как журавль а как одинокая птица на кровле как филин сижу и сравнение так как я давид знал это все сегодня спрашиваешь ворону от грача не может отличить ну что ж уж так то ворона она не живет на месте просто 5 мигрирует с одного места другой а грачи улетают на юг вот и все самое умное птица если хотите знать ворона она такое показывает сняты даже не поверишь никто не учит найдет жестянку поднимет сядет на нее внизу скатится опять поднимает вверху как ребенок дальше исае 38 14 только что пытая 59 11 мы получите или ищем своих все мы ревем как медведи и стонем как голуби ожидаем суда и нет его спасение но ну далеко от нас как медведь ревет слышали ну где-нибудь там в зоопарке или где-то сегодня можно услышать он ревет как корова и вот мы это медведи мы ревем мы плачем а ты не слышишь господи почему преступление ваше мешает мне приблизиться к вам главное самое заповедь люби господа бога твой всем умом всем сердцем если ты что-то другое любишь или родителей или работу или страну ничего нету я в этом году только узнал что земной патриозизм это не просто так его превратили в сатанизм сегодня он не может ни о чем говорить он делается как сумасшедший ему надо кого-то убить все деньги на него везде нападают я говорю о неверующих никогда не задумался я знаю что ну родина я служу в армии то другое сегодня не так обстановка обстоит оси 711 711 и стал эфрем как глупый голубь без сердца зовут египтян идут в ассирию оси вот так вот сколько раз прочитали пророки в разное время живут и все говорят глубь как голубь но люблю же голубей каждый день у них там пропадаю а почему там много хорошего такое спокойствие надоедает как гогочу куры курица а голуби на варкование называется никогда не надоест может быть даже и лекарственное какое-то японцы же узнали это которые болеют чем-то что перед ними деревья ветками махали там искусственно дело это все влияет на психику как у нас в лагере то все открыто и деревья рядом так хорошо ну это зовут идут по сирию почему без сердца да да то сидят и туда куда ки не надо помощи ищут в людях а мы заключим союз такой-то нам будут танки присылать самолеты мы выстоим нет ничто не поможет помогает благодать божий ангел только махнул мечом там в танках они в самолетах подводных лодках сто восемьдесят пять тысяч всего и вот есть такое господь дает земли и говорит молоко и мед течет в этой стороне я посчитал сколько 16 раз я некоторые данные скажу да оси 33 3 исход еще немного потерпите я хочу всех учителей вывести на свет чтобы когда мы их увидим и говорили он меня научил вот этому 33 3 если кто не знает как богу дозвониться говорит открывай и риме 33 3 это телефон к нему такой воззови ко мне я услышу тебя 33 3 так 33 3 да и ведет он вас в землю где течет молоко и мед ибо сам не пойду среди вас чтобы не погубить мне вас на пути потому что вы народ жестоковый уже дал все и господь господь оставляя на попечении учителям бог требует полного исполнения я не пойду с вами чтобы мне не прогневаться не убить вас тех это сегодня так я вот решил на тебя не смотреть решил по-другому делать не будет по-твоему рано или поздно жизнь это закончится чем мы предстанем перед богом это требуется сделать сегодня переломить себя свое я прежнее старое как вчера мы считали и говорит что язык мира который люди не верят бога это учение бесовское вот куда перехватил яков мирское дальше бесовское надо с этим все-таки согласиться плащ и ремень 4.13 одна книга называется плащем она вся из слез мы святые назвали ее плащем кто не читал почитайте многое как будто сегодня сказано плащ 4.13 все это за грехи лжепророков его за беззаконие священников его которые среди него проливали кровь праведников священники я хочу остановиться на этом моменте что самый большой урон наносят людям не те которые за пределами нет верующие не просто верующие а священники писание об этом говорит еще раз прочтите все это за грехи лжепророков его за беззаконие священников его которые среди него проливали кровь праведников как же так священники оказывается пророки а если лжепророки но если ты хочешь чтобы богу угодить что ревнуй чтобы пророчествовать павел говорит вот ты услышал и скажи спасение нигде нет ни в какой религии мы не религии говорим о христе который умер за наши грехи и хоть одна душа обратиться все остальное оправдано допоить докормить ты можешь но это только ступеньки к тому чтобы душа приняла Христа Исайя 44 25 еще чуть-чуть я еще раз пока цифры скажу слово слушать в библии встречается 716 раз а говорить 3591 раз говори 3591 она душа спрашивала и так любила пророков но я решила к вам обратиться сколько раз встречается а то некогда с ребятишками вожусь тут но я наклеила бумажку на стене и как еще нужно я запишу а потом прочитаю я сказал 642 раза 642 раза встречается слово пророк она поняла никогда не прочитать но узнать что тебе от пророка нужно отличить от лжепророка и вот заметьте главный виновник разделения на все это никогда не подумаешь кто библия люди разделяются не за того что глаза другие у него там или пропорция тела не соответствует росту нет вот пока не было библии в россии пока не было ее сколько здесь было ну были там жидовствующие называли с католиками разошлись в 1054 году со старобряществом разделились там 1656 год но как только библия появилась как горох посыпался в одной америке у меня трехлетней давности данные двадцать одна тысяча разных наименований динаминации и что но это все люди которые толерантные а мне разницы нет как кто верит а если нет разницы а что мешает стать православом иконы мешают идолами обвешались а еще что мертвецам трупам поклоняются у баптистов этого нет почему вы туда не пошли каждый заново основывает я долго искал причину почему священнослужители архиереи так противились и не переводили библию не разрешали сар согласился все архиереи прям ультиматум заявляют и вдруг я считаю амфилохи и он говорит пришел царю и говорит государь нельзя переводить если перевели библию дать русскому народу в стране революции будет мы же люди обманывали всю жизнь что мы только не делали все вопреки священного писания нигде этого нету чтобы на проповедь священник мог ни разу не сказать его спрашивают сколько лет служишь пятьдесят пять пятьдесят пять лет священником да а отец Василий о чем сегодня вы считали понятия не имею это мы сами уже шли когда спрашивали евангелие считал и не может а народ то что будет знать как ты отвечать за него будешь но библия появилась она оказалась переведенная люди взяли они увидели не туда идут по шатрам израиль теперь мы будем сами руководить другой прочитал на языках говорят это что пятидесятники харизматы все будет оттуда узнали суббота главный день субботники а дальше из них там адвентисты седьмого дня дробля двадцать одна тысяча человек выстроить у каждого библия в руках и все по разному к слову сказать в нашей библии семьдесят семь книг цифра семь полнота они выбросили ровно одиннадцать книг стало шестьдесят шесть может еще это не говорит но потерял очень огромное шестьдесят шесть шестьдесят шесть шестьдесят шесть шесть настораживающая цифра итак научитесь видеть что вокруг вас происходит и благодаря бога сказать научи меня этому и особенно внимательно быть детям что не так как не так ребенок он должен узнать чистое словесное молоко призывайте на молитву даже самый маленький ночью по ними на молитву несколько слов его ручкой сделай крестное знамение если не сегодня то когда если не ты то кто богу нашему слава во веки веков аминь и и и